6 июня 2014 года прошла торжественная церемония вывода из Эллинга атомного стратегического ракетоносца проекта 667 БДРМ Екатеринбург. По данным открытых источников, атомные подводные лодки проекта 667 БДРМ имеют длину 167 метров, ширину 12 метров, водоизмещение около 12 тысяч тонн, максимальная глубина погружения 400 метров, крейсерская скорость под водой до 24 узлов, экипаж 140 человек. Ракетоносцы вооружены 16 межконтинентальными баллистическими ракетами комплекса Д-9РМ «Синева» и «Лайнер». Проект корабля разработан ЦКБ МТ «Рубин». Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург» пришел на «Звездочку» вечером 22 июня 2012 года. Этот переход корабль совершил на полгода раньше запланированного срока. Первоначальные планы предполагали, что из Гаджиева в Северодвинск крейсер придет лишь в конце 2012 года, чтобы на верфи «Звездочки» пройти очередной заводской ремонт. Эти планы были скорректированы чрезвычайным происшествием, произошедшим на борту субмарины в декабре 2011 года. При проведении работ в доке 82-го судоремонтного завода в носовой выгородке гидроакустической станции корабля возникло возгорание, переросшее в сложный пожар. На оперативном совещании, состоявшемся в Североморске 6 января 2012 года, вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин поставил перед военно-морским флотом и предприятиями промышленности задачу в кратчайшие сроки вернуть пострадавший корабль в строй. Ввиду того, что межремонтные сроки эксплуатации Екатеринбурга истекали, было принято решение совместить аварийный ремонт гидроакустической станции и корпусных конструкций носовой оконечности с плановыми работами по восстановлению технической готовности. Белой летней северной ночью 22 июня 2012 года Екатеринбург завершил переход из Гаджиева и ошвартовался у причала «Звездочки» в Северодвинске. Работы на корабле были развернуты незамедлительно, не дожидаясь подписания госконтракта на ремонт АПЛ. Корабелы понимали, что у них нет ни одного лишнего дня. Уже на следующее утро после прихода корабля на борт поднялась группа специалистов для дефектации конструкций и оборудования пострадавшего первого отсека. Осенью того же года Екатеринбург был поднят из воды и поставлен на твердое основание в док-камере «Звездочки». Корабль был обвязан лесами и на нем начались полномасштабные ремонтные работы. Летом 2013 года АПЛ была переведена в стапельный цех. Ежедневно на корабле трудилось от 300 до 600 человек. Инженерные службы «Звездочки» разрешали сложнейшие задачи по выработке технических приемов, которые позволили бы сократить сроки работ. Велась напряженная работа по комплектации уничтоженных пожаром корабельных систем. Была угроза, что возможно торпедные аппараты могли потерять свою геометрическую форму. Это потребовалось замену и вырезку, либо ограничение части использования этих торпедных аппаратов. Но вот совместная работа НИПТБ, Онега, Звездочки, Институтов, Прометей, СНИИ, Крылова и Рубин позволила сохранить, восстановить и допустить в дальнейшей эксплуатации этот корабль без ограничений. Графики выполнения работ на Екатеринбурге контролировались руководством Объединенной судостроительной корпорации и командованием военно-морского флота. Доклады о ходе работ постоянно направлялись в правительство России. К началу июня 2014 года значительная часть ремонтных работ на корабле была завершена. Корабль был подготовлен к выводу из эллинга и спуску на воду. Я как командир корабля считаю, что те задачи, которые поставил перед нами заместитель председателя правительства Российской Федерации, Дмитрий Рогозин в январе 2012 года, выполняется предприятием в качественном установленном сроке, произведен плановый ремонт и восстановление технической готовности корабля после тяжелого аварийного повреждения. В ближайшее время корабль придет к родному причалу, приступит к выполнению важных государственных задач в составе своего краснознаменного соединения атомных подводных крейсеров в стратегическом значении Северного флота. Вывод из эллинга – своеобразная веха в ходе ремонта корабля. К этому моменту завершаются все работы, связанные с ремонтом корпуса, винторулевой группы, паропроизводящей установки, систем живучести и оборудования, расположенного в пространстве между прочным и легкими корпусами подводной лодки. У корабелов существует старая традиция – проводить вывод корабля из эллинга в торжественной обстановке. В этот момент субмарина предстает перед глазами зрителя во всей своей колоссальной сдержанной мощи. В последние годы в подобных мероприятиях на «Звездочке» принимают участие не только работники завода, но и члены их семей. Дети корабелов должны гордиться своими отцами и матерями, выполняющими работу чрезвычайной государственной важности. Кто знает, может быть именно это первое впечатление от громадина атомохода и станет для них главным мотивом к тому, чтобы пойти по стопам своих родителей. Корабль начал движение в док-камеру. Несколько дней он проведет на твердом основании под открытым небом. В этот период будет проведена калибровка и настройка некоторых радиоэлектронных систем. Затем работники доковода текелажного цеха выполнят доковую операцию, и ракетоносец вернется в привычную для себя водную стихию и ошвартуется у достроечной набережной. Все оставшиеся ремонтные работы будут выполняться уже на плаву. В ближайшее время начнутся поэтапные швартованные испытания. Система за системой корабела и экипаж крейсера будут испытывать корабельное оборудование, чтобы осенью Екатеринбург смог выйти в море для выполнения программы ходовых испытаний. В конце 2014 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения Екатеринбург вернется в строй военно-морского флота. На смену ему придет его младший собрат, ракетный подводный крейсер стратегического назначения Тула. Через пару лет Тулу на верфи «Звездочки» сменит ракетоносец «Брянск». Так, корабль за кораблем, «Звездочка» выполнит цикл вторых заводских ремонтов всей группировки «Дельфинов», обеспечив этим крейсерам значительное увеличение сроков службы. Продолжение следует...